А современный человек, он чем похож на средневекового? В средневековье есть очень многое из того, что мы привычно сравниваем с обычным на современном мире. Мы знаем, какие сериалы они смотрели, грубо говоря. О колдовстве в современной русской деревне. Это вследствие того, что у людей событий в жизни было мало, я так подозреваю. Выскоблены, затертые, размазаны, как-то уничтожены. Это похоже на личные отношения. А, они более чем личные. В чем граница между... Это пропаганда до нас понастроила, давайте это снесем, и это наше культурное наследие, какое бы оно ни было, давайте оставим. Какие-то памятники будут сноситься, и от этого не уйти никуда. Можно это называть цензурой. Увидел — уничтожь. Привет, это проект «Основы», меня зовут Борис Веденский. А сегодня мы поговорим про внезапное средневековье и про то, как мы с ним пересекаемся и, может быть, частично в него наступаем. И поэтому в гостях у нас сегодня Михаил Майзюс. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я смотрел вашу лекцию про вот эти отвороты, про поля на средневековых текстах, маргинали, они так и называются, да? И то, как туда вплетаются всякие скрытные, непристойные... Ну, не очень скрытные, непристойные послания, которые можно по-разному толковать, всякий нижний юмор к тому же. И это действительно оказывается чертовски любопытно, это изучать и рассмотреть эти картинки. И парадокс заключается в том, что, собственно, эти картинки, которые сейчас многие считали бы непристойными, там, со всякими пукающими монахами и все такое, они там находили место на абсолютно формальных, как я понимаю, и священных текстах. Да, это стопроцентно так, причем интересно смотреть, как вообще меняются границы запретного. То есть, и причем как часто они, оказывается, проходят совершенно неожиданно, по неожиданной для нас траектории. Вы действительно вспомнили про эти маргиналии, какой-нибудь зверь, обезьяна, Дмитрий Епископа, который освящает церковь, или нечто еще менее ожидаемое обезьяна, которая, играя роль священника, служит мессу. И это действительно на полях часослова, молитвенного ежедневника, позднесредневекового богатого человека, или знатного, и подновременно богатого. Или даже на полях какой-то литургического рукописи. И тут мы оказываемся в пространстве, где важно провести границу между чем-то частным, чем-то публичным, чем-то предназначенным для элиты, или чем-то, что оказывается инструментом в руках кого-то, кто бросает этой элите вызов. И эти механизмы работают и сейчас. Но, предположим, у нас есть какой-нибудь епископ, он заказывает себе роскошный манускрипт. Этот манускрипт должен быть прекрасен. Он должен радовать взгляд. Он должен давать интеллектуальное и при этом визуальное наслаждение. И здесь возможен юмор для своих. Иногда смелый, иногда почти пересекающий, вероятно, нам это сложно точно сказать, какую-то границу дозволенного и недозволенного. Ну, предположим, те самые сюжеты с пародией на богослужение. И он безопасен. А если представить себе, а взять какое-нибудь одно из вполне многочисленных в средние века эритических движений, движений религиозных нон-конформистов, которых церковь называла ересями, и если бы они взяли на вооружение тот же самый образ, изготовили какое-нибудь знамя, на котором предстал бы зверь-епископ, который служит мессу, понятно, что этот образ сразу бы оказался в разряде недозволенных, враждебных и подлежащих цензуре и уничтожению, поскольку он уже очень опасен. И еще одна история про границу, которую здесь важно очертить, на самом деле, раньше в разных лекциях про это много говорил, это граница между тем, как какая-то институция или группа чувствует себя в безопасности и потому допускает смех в свой адрес, иронию, какую-то долю сомнения, и другую ситуацию, где она чувствует себя уязвимой, находится в ситуации острого конфликта, особенно если он угрожает самому существованию или ее привилегиям, и там то же самое становится сразу недопустимым. Пример. Поздняя средневековая католическая церковь, где в целом все эти сомнительные образы возможны, и католическая церковь эпохи реформации, которая сталкивается с фронтальной атакой со стороны протестантов, которая противостоит здесь лютеранам, здесь кальвинистам, там англиканам. И тут на нее сыпятся потоки брани, потоки обвинений, потоки смеха, в том числе и выстрелы визуальной сатиры. И тут, конечно, любая уступка врагу, любой образ, который ставит власть священства или нравы духовенства под сомнение, сразу же оказывается в разряде образов вражеских. То есть вот эти границы интересно наблюдать. Ой, да, что-то напоминает. А сейчас хочу рассказать вам о том, как можно сделать близкому человеку подарок и при этом не разориться. В этом поможет маркетплейс Flow Wow. Flow Wow — это не только доставка цветов, но и подарков, десертов, живых растений, косметики себе и своим близким в тысячи городов в 30 странах мира. А это значит, что сможете порадовать тех, кто вам дорог, даже если они далеко. Во Flow Wow огромный выбор подарков на любой вкус, и по поводу любого из них с магазином можно связаться во встроенном чате и обсудить детали заказа. А еще перед доставкой вам обязательно пришлют фото заказа, чтобы вы точно знали, что вам придет. Сама доставка занимает от 15 минут, а для доставки декора или украшений можно выбрать сервис с ДЭК. Также у Flow Wow постоянно проходят акции и есть бонусная программа. Это позволит вам не только дарить самые приятные эмоции, но еще и экономить. А еще в приложении есть календарь событий, который напомнит о важных датах, например, о том, что скоро 8 марта. Сделать лучший подарок вам поможет промокод «Основа». Он даст скидку 10%, но поторопитесь, промокод действительен только до конца марта. Скачивайте приложение Flow Wow по ссылке в описании, вводите промокод «Основа» при заказе и радуйте своих близких. А мы продолжаем. А современный человек, он чем похож на средневекового? Слушайте, это какие-то абстракции, которые настолько абстрактны, что даже не очень понятно, что тут можно сравнивать. Кто такой современный человек? Когда мы говорим про современного человека, каждый из нас имеет в виду каждого из нас. А современный человек на самом деле очень разнообразен. И есть замечательные книжки антрополога, этнографа, коллеги Ольги Христофоровой о колдовстве в современной русской деревне. Прежде всего на севере, но, насколько я помню, не только. И про городскую среду она пишет. Если мы почитаем эти тексты, написанные по результатам долгого включенного наблюдения, все как полагается, мы увидим, насколько многие верования, которые мы ассоциируем в упрощенном краткой формулировке со средневековым, насколько они часто оказываются живы. Насколько они, что очень важно, близки. И сколь многого мы не замечаем. Понятно, что картина мира, устройство социума, структура государства, экономики, все это поэтому меняется. Мы не живем в средневековье. Но это, когда мы задаем вопрос в формулировке человека, тогда человек сегодня, она подразумевает либо то, что все люди все одинаковые, что не так, либо то, что эти люди слишком разные. Вот есть мы, современные, а есть они средневековцы. Между нами нет почти ничего общего. Давайте все-таки... А на самом деле, это слишком... слишком абстрактно. То есть, сейчас живо многое из того, что мы связываем привычно с средневековьем, а в средневековье есть очень многое из того, что мы привычно сравниваем с обычным на современном мире. Ну, хорошо, а если так вот, допустим, повернуть, есть что-то, что точно совершенно кардинально изменилось там, ну, у большинства популяции, и то, что вообще точно такое же осталось? Ну, я думаю, что если говорить не о средневековье западном и о современности западной, иначе мы уйдем совсем далеко и в пространстве, и во времени, ну, что изменилось? Ну, например, очень сильно изменилась роль религии и роль представления о сверхъестественном как основы картины мира, как катализатора жизненных решений. Понятно, что, несмотря на все-все-все-все-все, современный мир в колоссальной мере секуляризован. И опять же, тут интересно смотреть, как эта секуляризация происходит, и тут во многом работает концепция, которую когда-то предложил французский историк-медивиз Жак Легов долгое средневековье. То есть все этикетки, которые обозначают периоды прошлого, античность, средневековье, возрождение, новое время и т.д. и т.п., мы, естественно, используем, и от них никуда не уйти. Для того, чтобы их использовать, мы должны как-то определить, о каких хронологических срезах мы говорим. И приходится находить границы. Естественно, если открыть базовую какую-то книжку, учебник, посвященный средневекам, мы увидим, что средневека это примерно от 500-го по 1500-го. То есть от крушения римского... Очень удобно, тысяча лет. Почему? От крушения римского мира, который, понятно, не происходит и динамоментно, растягивается на долгий период, до эпохи Возрождения, до реформации, до начала колонизации нового света. Но если смотреть не на вот эти феномены, а на то, например, как устроены структуры экономики, или на то, как живет основная доля европейского населения, или на то, как устроена картина мира не интеллектуальной элиты, а действительно безмолвствующего большинства, то мы увидим, что эти сдвиги, они, конечно, тоже происходят, но они происходят совершенно в другой хронологии, гораздо медленнее, гораздо позже. И тут можно сказать, что во многих сферах жизни, например, массовой религиозности, средневности бескрайнего крестьянского сословия. Средневековье заканчивается намного позже, предположим, с промышленной революцией, с Великой Французской революцией, с возможными политическими переворотами и с просвещением XVIII-XIX веков. И оказывается, что все эти понятия на самом деле гораздо лучше работают, если представлять границы не как такие разломы, а как континуумы, которые долго-долго длятся, что-то сначала долго-долго начинается, потом долго-долго и тут опять вопрос о том, что такое средневековый человек, оказывается, еще более сложным. Ну, то есть, пока массовые огромные заводы в городах не появились, и крестьяне туда не переехали на работу, средний крестьянин жил примерно точно так же, как и 300 лет назад. Ну, в целом, наверное, да. История про картины мира. Вот чем, как мы, откуда мы можем знать, во что верил и что думал, какой-нибудь французский крестьянин 16-го, 17-го, 18-го веков. Это человек, который не оставил после себя дневников, не оставил после себя мемуаров, который за редкими исключениями был неграмотен, нет писем, нет почти никаких прямых свидетельств. И этнографы вряд ли разъезжали активно, да, я так понимаю? Протоэтнографы, естественно, были, но, да, этнографы в прямом научном смысле этого слова нет. Соответственно, мы вынуждены опираться на какие-то косвенные свидетельства, на взгляд со стороны. И причем желательно, чтобы этот взгляд со стороны был не курьезным, муарисским. Барин заезжает в деревню, остались какие-то воспоминания. Это интересно, но этого мало. И тогда оказывается, что у нас источников, на самом деле, не очень много, и в 60-е и 70-е годы французы нашли следующий. Голубая библиотека. Это тексты, книжки дешевые, которые печатались на плохого качества, дешевые, часто как раз голубоватые бумаги, отсюда название, которые по городкам, городам, деревням распространяли книгоноши, и которые приобретали люди совершенно разного, в том числе и совсем скромного достатка. И дальше грамотные читали их сами, неграмотные могли слушать, как другие читают. И по этим текстам, которые доходили очень глубоко в тело французского общества, можно примерно судить о том, что, по крайней мере, было востребовано. И, возвращаясь к началу вопроса, оказывается, что в этой библиотеке очень долго пересказывается, перемалывается, перетолковывается огромный фонд средневекового наследия. Жития святых, какие-то еще позднесредневековые или даже античные пересказанные потом средневековые тексты об устройстве человеческого тела, о том, когда делать кровопускание, одну из главных медицинских процедур того времени, какие-то поучения о пороках и добродетелях, как поступать, как не поступать. И весь этот фонд оказывается жив. Естественно, нет знака равенства между тем, что люди читают и что людям читают и что для них пишут, естественно, не крестьяне и не ремесленники, а люди более образовываются, и тем, во что люди действительно верят и как они мыслят, но все-таки у нас нет почти никакого другого пути туда, и оказывается, что это средневековое наследие продолжает жить, жить и жить, и вот как раз долгое средневековье вот тут перед нами. То есть мы знаем, какие тексты, мы знаем, какие сериалы они смотрели, грубо говоря. Да, да, грубо говоря, да. И так же, как сегодня, иногда плохо знаем, что именно из этих сериалов извлекали. Раз уж мы начали про медиа, то как отличаются современные медиа от тех, что у них было похоже, а что точно пропало? Слушайте, а что мы называем медиа? Смотрите, если медиа — это оружие массового поражения, то в нашей средневековой Европе таких инструментов, естественно, практически нет. потому что нет, если не брать только вторую половину 15 века и дальше долго средневековье печатного станка, нет технологий тиражирования текстов и изображения, кроме гравюры на дереве, которая появляется в Европе уже к концу 14 века, но все равно это уже довольно поздно, а до этого любой текст может быть распространен только с помощью переписывания вручную. Можно ли назвать распространение рукописи медиа? Ну, наверное, по меркам технических возможностей того времени, да. Имеет ли смысл эти пути распространения сравнивать с функционированием современных медиа? Уже не столь очевидно. То есть, скорее, разговор про медиа разумен, когда мы входим в галактику Гутенберга в самом конце средневековья и в раннее новое время, и тогда действительно текст становится гораздо более доступен, чем за все столетия до того, изображение становится гораздо более доступно, мы лучше понимаем, что люди видели и что, соответственно, могло формировать их представление об устройстве мира, о том, кто они, о том, кто те другие, которые живут вон там. Но до этого этот мир все-таки устроен иначе, там главную роль играет слово, слово устное, а не слово письменное. Так, а как устное слово было устроено? Ну, устное слово, естественно, существует на множестве разных уровней, есть устное слово сказание, воспоминание, песни, какого-нибудь героического эпоса, и в этом формате функционируют многие тексты, которые потом записываются и доходят до нас уже в каких-то более поздних рукописях, и через эти рукописи мы пытаемся понять, как была устроена эта устная культура. есть устное слово закона, когда закон не записан, или он записан, но функционирует не в виде кодекса, который лежит на столе у тех, кто его исполняет, а существует в виде знания, которое воспроизводится устно, и теми, кто этот закон воплощает в жизни, требует ему подчиняться, и теми, кто ему должен подчиняться, но эта норма, она передается из уст в уста. Есть устная форма, естественно, бытования памяти. Что люди помнят про своих предков, про то место, в котором они живут, про те связи, которые считали между ними и их соседями, и тут как раз это очень интересно. Я когда-то читал несколько статей, опять же, французов, моих любимых. Есть такой важный для историков религии тип текстов, канонизационные досье. Звучит сложно. Кто такой святой? Святой — это тот, кого почитают как святого. А как его начинают почитать как святого? Иногда стихийно. Есть какой-то монах, есть какой-то епископ, есть какой-то проповедник, который часто при жизни уже окружен ореолом читания. Он умирает, и дальше вокруг его останков, вокруг его позже изображений возникает собственный культ. В конце 12-го, начало 13-го века вот в этот мир стихии все более бюрократическое папство начинает вносить поправки. В чем должны стоять поправки? В том, чтобы упорядочить превращение простых умерших в святых. А для этого нужно ввести бюрократическую процедуру, где можно было бы их святость проверить. А для этого нужно что? Комиссия. А комиссия должна отправиться туда, где умер потенциальный кандидат в святые. Она должна провести исследование, расспросить свидетелей, записать их показания, проверить их рассказы о чудесах, собрать достоверные данные. И возникает досье, некоторые из которых дошли до наших дней, где люди рассказывают о том, что происходило с ними годы и десятилетия назад, а иногда о том, что происходило с их родителями, с их бабушками, дедушками, еще раньше. И интересно смотреть, как устроены эти показания. Например, как люди датируют события. Тогда-то, тогда-то случилось исцеление. А когда оно произошло? Ты говоришь просто давным-давно, когда я был юн, когда река Гарона вышла из берегов, или ты рассказываешь, а было это 17 лет назад, в день Святого Николая поутру. Или ты говоришь, а было это тогда, когда граф Раймунд пошел войной на... Или ты соотносишь это время прошлого не с своим местным каким-нибудь графом Раймундом, а с когда государь Людовик при сной памяти. То есть ты уже вставляешь, инкорпорируешь собственное время воспоминания в большое время памяти королевской, памяти гораздо большей протяженности. И можно посмотреть, как люди это делают. И мы можем поэтому судить примерно, как было устроено их воспоминание, как далеко простиралась возможность устной памяти, которая, естественно, не опирается ни на какие записи, ни на какие досье, ни на какие семейные дневники. И то же самое возникает в очень печальном жанре в инквизиционных досье. Возникает в 13-м столетии папская инквизиция и главная ее задача на юге Франции бороться с ересью катаров и льбегуиц. И потом инквизиционные трибуналы начинают разъезжать уже позже, в том числе, в следующем 14-м столетии, начинают разъезжать по Южной Франции, проводя регулярные, часто длившиеся годы серии допросов и арестов и остаются материалы, когда люди говорят на одном языке, на одном из своих местных наречий, одном из южно-французских диалектов, потом записывающие переводят это на латынь, и латинский текст доходит до отношения. И там мы тоже можем посмотреть, как они, порой это удивительно дотошно, я бы никогда не смог вспомнить, события моей собственной жизни, столь отдаленные во времени, с такой степенью детализации. Тебя спрашивают, «А знаешь ли ты Раймонда отъявленного эритика?» Ты вначале говоришь о том, что Раймонда не знаешь, никогда о нем не слышал, ни с кем из родственников Раймонда не знаком, а потом тебя допрашивают, 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 и где-нибудь на шестнадцатой сессии ты начинаешь говорить о том, что «А было это пятнадцать лет назад. Вернулся я с покоса далекого, и тут встречаю я Жака, а Жак мне говорит, пойдем в дом Бернадетты, а там в доме Бернадетты находится Раймонд, святой человек, и когда вошли мы с петухами в дом Бернадетты, то Раймонд вышел и говорит». И дальше довольно подробный рассказ, степень достоверности которого мы, естественно, никогда не сможем проверить, об этих событиях, которые, опять же, что довольно удивительно, и в устах каких-нибудь приперенейских крестьян или жителей маленьких городков часто оказываются довольно подробно датированы, что сейчас мало от кого из нас можно ожидать без каких-либо записей. Как интересно. Ну, это вследствие того, что у людей событий в жизни было мало, я так подозреваю. Ими прилетало тысяча телеграм-сообщений в день. Нет, я думаю, что по меркам их жизни, их ожиданий, событий у них было как раз предостаточно. У вас выходит книжка. Про иконоборчество. Точно. Не буду спорить, тем более, что она уже вышла. А, ну супер. Можете сначала, может быть, рассказать, что такое иконоборчество, потому что, наверное, не все в курсе. И, по крайней мере, я точно не в курсе, что их было несколько. Все очень просто. Есть слово иконоборчество. Иконоборчество, ну, как следует из названия, это некая борьба с, не только с иконами в привычном смысле этого слова, то есть маленными изображениями, написанными на доске, а борьба с изображениями. Изображения могут быть совершенно разные. Слово иконоборчество используют в нескольких контекстах. Первый, основной, для того, чтобы описывать борьбу с культом икон в Византийской империи в 8-9 веков, либо борьбу с культом образов, прежде всего, статуи, но не только, в Европе 16-18 столетия, когда протестанты, те же кальвинисты, лютеране, в меньшей степени англикане, объявляют католический культ образов и долпоклонств. Потом это слово расширяет свое значение, и его начинают использовать для историки, для описания почти любых случаев борьбы с изображениями, уже не только религиозными, но и политическими. Когда во времена Французской революции свергают с педесталов статуи королей, или во времена антикоммунистических революций в Восточной Европе в конце 80-х годов свергают с педесталов статуи Ленина и советских вождей, или местных советских вождей. Это тоже описывается как иконоборчество. В чем есть золовейший юмор? Есть, вполне. Она не про иконоборчество византийское, она вот про что. Про насилие против изображений, но я не претендую на, естественно, на всеохватность, я беру несколько кейсов, о которых писал еще раньше, и которые мне давно дороги. Один кейс, на самом деле, очень не похож на классическое понимание иконоборчества. Речь о том, когда кто-то обрушивается на изображение не из ненависти, не только из ненависти к изображенному, не потому что считает изображение идолом, а для того, чтобы часто себя защитить или отомстить этому образом. Пример следующий. Если мы посмотрим на какое-то большое собрание средневековых рукописей, западноевропейских, византийских, армянских, русских, в общем-то, то мы обнаружим, что очень часто негативные персонажи, для средневековой христианской традиции, главные негативные персонажи, это, естественно, демоны и различные грешники, ну, прежде всего, наверцы, римляне, иудеи, магометане, другие враги того, что считалось истинно верным. У них лица, фигуры иногда целиком или прицельные на лице глаза будут выскоблены, затертые, размазаны, как-то уничтожены. И перед нами материальные следы какой-то очень распространенной, явно тянувшейся в течение многих веков практики взаимодействия. Читателя, зрителя с этим текстом, когда он мстит этим ненавистным персонажам через их крошечные образы, нарисованные на странице из пергамена или из бумаги, или пытается защитить себя самого от взгляда тех демонов, которые смотрят на него с этого листа, и оказывается, что это не какой-то частный феномен, не какой-то курьез, а действительно что-то очень массовое. И вот первая глава, она посвящена вот этой истории взаимодействия читателя и текста в таком самом буквальном образе. Увидел, уничтожен. Но это как кукл-вуду какая-то. Ну, в неком смысле да, поэтому, что конкретные религиозные механизмы другие, но сравнить можно. Вторая история про насилие иногда из любви. Когда мы можем ожидать от высших сил помощи, спаси, исцели, пусть мой корабль не пойдет ко дну, пусть моя жена выздоровеет, пусть потерявшийся ребенок вернется. И когда мы не получаем желаемого, а она, те высшие силы, к которым мы обращаемся, мы уповаем, мы вкладываем в эти отношения чувства, преданность, самоотречение, деньги, дары и много еще всего. Ресурсы символические, ресурсы эмоциональные, ресурсы материальные. А ответа нет. И тогда, и в средние века, и многие столетия спустя, люди, христиане на западе, христиане на востоке, прибегали к насилию над теми предметами, которые воплощали вот здесь присутствие невидимых сил. Это происходило регулярно. Например, ты берешь фигурку святого, которому так молился, небольшая статуя, которая стоит у тебя дома, или ты приходишь в храм и подходишь к монументальному изображению. И ты его бьешь, ты его разбиваешь, бьешь, бьешь, разбиваешь. Или ты грозишь, что его отхлещешь, или его разобьешь, если он тебе не поможет. Ты шантажируешь высшие силы через их материальное воплощение. И такого рода текстов от средних веков, от 16-го, 17-го веков дошло до нас немало. И это не всегда какие-то свидетельства осужденного богохульства, но иногда это бывают истории, которые авторами-клириками преподносятся как крайняя, но все-таки благочестивая форма отношений между верующим и высшими силами. И вот вторая глава моей книжки, она как раз рассказывает вот об этой сложной диалектике насилия, любви, преданности между человеком и его невидимыми патронами. Интересно. То есть это похоже на личные отношения с божеством как с знакомым? А, они более чем личные. Это ровно очень правильное сравнение, потому что это обида прям обычная человеческая, как будто бы. Это обида, но это обида понятная. Вот представьте себе, вы живете в мире, в котором, ну, как, собственно, и в современном мире, но часто в еще большей степени, от тебя в эгоистенциально значимых сферах жизни или смерти, здоровья или болезни, бедности или какого-то достаточного преуспевания слишком многое не зависит. В этом мире человек средневековый, вот вы спрашивали о том, насколько человек средневековый похож на современную, в этом мире человек, живший тогда, как и человек, живущий сейчас, стремится, естественно, опереться на какие-то константы, найти инструмент, который позволит ему уйти от нежеланного к желанному. Почитание высших сил, культ святых, культ святых образов, культ мощей и другие инструменты коммуникации с невидимым, это одна из важнейших опор в этих очень разнообразных и экзистенциально значимых трудных ситуациях. И у тебя есть какой-то святой патрон. Это может быть святой, ты Антоний, а это святой Антоний, он твой естественный покровитель. Ты приходишь к святому Антонию в церковь, а там может быть множество статуй разных святых, и ты обращаешься к нему. Это может быть покровитель того профессионального сообщества, которому ты принадлежишь. Это может быть святой, которого почитали твои родители, у тебя есть семейная история отношений с конкретным невидимым заступником. И твои отношения с ним действительно очень личные, причем они личные в двух смыслах. И потому что ты часто уповаешь не на сон невидимых святых, а на конкретного заступника. И потому что этот святой заступник часто воплощен не в абстрактное невидимое представление, а в конкретный предмет. Ты идешь к одной статуе. Ты к этой статуе ходил в своего детства. Твой отец ходил к этой статуе. Или у тебя дома стоит какое-то изображение, и ты знаешь этого невидимого заступника в этом облике. Эта статуя это и есть, ну, в неком смысле, он. И потому эти отношения, они действительно явно строятся в психологическом плане, в символическом, как предельно личный. И тут обида, уязвленность, которая, естественно, еще примешивается часто, какое-то сомнение в том, а действительно ли ты силен? А действительно ли ты благосклонен? А действительно ли ты добр? А действительно ли самый крайний вопрос? Действительно ли ты существуешь? Эти вопросы не могут не вставать, и одной из форм ответов на них становится насилие? И вот это парадокс, что такого рода атака может случаться действительно не только в случае классического иконоборчества. Вы мертвые, пустые идолы, вас надо уничтожить. А и из веры, причем часто очень истовой, из любви, любви разочарован. И есть еще одна глава, которая как раз уже приводит ближе к иконоборчеству классическому, к 16-му, чуть-чуть, чуть-чуть совсем, 17-му столетиям. Речь идет о ритуалах... Это уже институциализированное, да? Иконоборчество институционализированное, протестантское, религиозное, иконоборчество сомнения и отрицания. Естественно, о протестантском борьбе с католическим культом икон написано бескрайнее, море совершенно литературы, я тут совершенно не претендую ни на какую новизну. Меня интересовал один только всего лишь момент. Это то, как в ритуалах уничтожения образов, которые претестанты считали идолами, а католики образами, исполненными силой невидимого, как в эти ритуалы насилия вплетается смех, осмеяние и глумление. Вот мы себе представляем атаку иконоборцев на какое-то ненавистное им изображение, как нечто стихийное. Вот вандалы пришли, изувечили, сбросили, растоптали, разбили, побили топорами и действительно часто случается ровно так. Но регулярно все оказывается намного сложнее. Если мы почитаем и католические описания протестантских атак на изображение и некоторые протестантские свидетельства, окажется, что довольно часто иконоборцы разворачивали довольно сложно организованные ритуальные действия. Например, они устраивали над католическими статуями, представлявшими святых, Христа, Деву, Марию, пародийные судебные процессы, в которых идолы обвинялись, приговаривались и казнились. Они встраивали уничтожение идола в сложный организованный глумливый ритуал, который мог пародировать различные формы наказания людей, реальных живых людей за какие-то преступления и нравственные проступки. Например, есть правосудие институциональное, а есть правосудие народное, стихийное, ритуализованное. Какая-нибудь та же самая Франция позднего средневековья раннего нового времени некто живущий в небольшом городе или в деревне нарушает какие-то очень важные для сообщества моральные нормы. Или оказывается жертвой такого нарушения. Например, муж, которому обвела вокруг, которому наставила рога жена. Он жертва нарушения нравственных норм. Но при этом то, что он это допустил, то, что он эту жену прелюбодейку не приструнил, а становится угрозой для других мужей, поскольку показывает социуму, что эта норма не безусловна, что ее можно обойти, и что нарушитель не будет наказан. Соответственно, этот незадачливый муж может стать объектом осмеяния, глумления со стороны соседей и сограждан. Одна из форм такого глумления, его сажают на осла задом наперед и позоря везут через деревню, осыпают какими-то насмешками, и это, естественно, совершенно страшная, унизительная процедура. Такая же процедура с катанием на осле седым задом наперед может применяться и к католическим статуям. Поскольку каждый зритель знает, что это за ритуал, что это ритуал позора, соотносит этого несчастного, бессмысленного, немого, неспособного ответить идола с этими незадачливыми жертвами ритуалов наказания, ну и понимает, что все это значит. А есть история, когда атакующий бросает изображению вызов, и при этом вызов глумливый. Ты сбрасываешь с колонны или с алтаря какую-нибудь статую святого и публично, поскольку эти ритуалы это часто своего рода спектакль, адресованный другим иконоборцам, адресованный тем, кто еще почитает эти изображения, ты бросаешь ему вызов, ты говоришь ему «Святой Антоний, защищайся, встань, кровоточи, соверши чудо, накажи меня». Почему ты это делаешь? Потому что бессчетные истории, доказывавшие в течение многих-многих столетий силу этих образов состояли в том, что в ответ на нападение каких-нибудь ретиков или иноверцев они начинают кровоточить, что ретиков и иноверцев ждут посланные с небес кары, образ должен явить как-то свою силу. Естественно, ты бросаешь ему этот вызов, ничего не происходит, деревяшка остается немой деревяшкой, она не кровоточит, на тебя не падает балка церкви, ты остаешься жив, и ты, показывая, что это всего лишь навсего мертвый стукан, после этого бросаешь его в костер, разбиваешь на части, расстреливаешь зыркибузы и уничтожаешь. И вот что интересно, это то, что такого рода спектакли естественно адресованы зрителю, но одновременно, хотя об этом сами средневековые тексты очень редко говорят, мы понимаем, что возможно, что это действие одновременно адрес человека адресует и самому себе. Ведь кто такие, и это важно не только для истории протестантского иконоборчества, не только до 16 века, кто такие первые иконоборцы, первое поколение иконоборцев протестантов, это люди, которые сами еще недавно, ну если не они, то их точно, их родители, очевидно, они сами, они те же самые образы почитали, ходили к ним за поддержкой и потому у тебя очень часто на подкорке сидит явное ощущение, что а если я не прав, а если все-таки это мертвая деревяшка, не совсем мертвая деревяшка, а если все-таки она ответит, а если все-таки она закоровоточит, и бросая ей этот вызов и видя, что ничего не происходит, ты убеждаешь не только зрителя ритуала, но отчасти и самого себя, и вот эта психологическая роль ритуалов глумления, в том числе для самоубеждения и успокоения и подтверждения в той истине, в которой ты стоишь, все это свершая, они писали, например, на материале политического иконоборчества времен французской революции, или о том же самом мы явно можем сказать, если это уже другие исследователи, будем говорить о похожих ритуалах о смеянии и глумлении над иконами в ранней советской России, то есть механизм довольно распространен. Это, по сути, процесс инициации, это, в общем-то, получается. Я преодолел нечто. Ну, это процесс даже, я думаю, не инициации, а процесс есть такой антропологический термин, который ввел когда-то Арнольд Ван Генн об ритуал перехода. То есть, например, инициацию можно описать как ритуал перехода. Ты находишься в каком-то одном статусе, ты юноша, ты проходишь через некий ритуал, и ты переходишь в другой статус, например, в данном случае взрослого мужчины. Тот же самый процесс ты совершаешь над статуей святого, только это процесс в каком-то смысле обратной инициации. Вначале это исполненный силы святой образ, ты проводишь его через этот ритуал словесного глумления, унижения, физического повреждения или уничтожения и приводишь его к расколдованию, десакрализации к состоянию просто бессмысленной материи. Куска дерева, обломков камня, переплавленного металла. То есть, инициация наоборот происходит. Но не столько для тебя, сколько для объекта. Я говорю про самого актора, то, что вы сказали, что для самого человека, который это делает, тоже важно. То есть, он из состояния условно темного католика переходит в состояние просветленного протестанта. Получается. Причем путем такого психологически, видимо, сложного процесса. То есть, нужно себя убедить в том, что тебя гром не шарахнет прямо сейчас. Наверное, это страшновато было. Если говорить про институциональную, институциональное иконоборчество, можно это называть цензурой средневековой? Нет, я бы это слово тут не использовал. Смотрите, как мы обычно, что мы вкладываем в слово цензура? Запрет, ограничение, вымарывание, корректировку, которые исходят сверху. Есть некий институциональный процесс со стороны государства, со стороны церкви, со стороны некой власти. Была ли в средние века цензура изображений? Судя по тому, что мы знаем об этом, скорее нет, чем да. На Западе, в отличие от Востока, мера, ну, свобода это слишком какой-то сильный и позитивно нагруженный термин, мера вариативности, вот, что-то более нейтральное, мера вариативности в том, как можно визуализировать священное, была на Западе по сравнению с Востоком намного больше, шире. Одни и те же важные христианские догматы и истории могли визуализироваться множеством совершенно разных способов. Существует огромная мера вариативности. Иногда мы слышим голоса, естественно, через тексты, которые сохранились, мы слышим голоса кого-то из духовенства, иногда это значимые иерархи или авторитетные богословы, иногда это какие-то персонажи не столь значимые, которые высказывают сомнения по поводу конкретных изображений. Например, Жан Джерсон, канцлер Парижского университета, очень влиятельный французский богослов, пишет, есть изображения в виде статуи Девы Марии, которые открываются, у нее в животе устроены створки, и когда открываются эти створки, внутри оказываются изображенные красками фигуры троицы. Бог-отец, Бог-сын, Бог-святый дух. Их сохранилось какое-то очень небольшое количество, можно увидеть одну из них, насколько я помню, в Париже, в музее Клюни, вроде бы в Нью-Йорке музее Метропольта, одна такая есть. Жан-Жерсон говорит, неблагочестивое это дело. Почему? Потому что если верующий видит внутри Девы Марии всю Троицу, а не только Бога-сына, которого она родила, то у него может закраситься представление о том, что вся Троица воплотилась на земле через Деву, а это, конечно же, глупость и ересь. Логично. И посему, даже если создатели такого изображения не вкладывали, а это, естественно, так, ничего подобного они не имели в виду, а в него такой смысл, то кто-то может этот смысл считать, а это опасно. Потому лучше все-таки таких образов не создать. Жан-Жерсон, человек влиятельный, об этом пишет, но были ли у его рассуждений какие-то известные нам последствия? Запрещал ли кто-то создавать этих открывающихся Дев? Изымали ли уже имеющееся изображение из храмов или из часовен, замков, где у какого-нибудь барона они могли стоять? Ничего подобного мы не знаем. Это было частное мнение, которое, судя по всему, не имело никаких последствий. Или в 15-м столетии тоже влиятельный богослов, иерарх, архиепископ Флоренции Антонин Пироци пишет в своем огромном трактате, всего лишь несколько строчек в гигантском тексте, о том, что вот где видел я изображение Благовещения с такой дурной деталью. Архангел Гавриил, Дева Мария, комната, Назарет, архангел возвещает ей, что она станет матерью Бога-человека, где-то наверху часто изображали фигуру Бога-отца, от Бога-отца в сторону Девы Марии идут лучи света, символизирующие святого духа и сам момент, сам инструмент, процесс непорочного зачатия. И вот, где пишет Антонин Пироци, в этих лучах какие-то художники стали изображать фигурку младенца с крестом, который летит в сторону Девы. Непотребно сие, почему? Потому что кто-то может решить, что младенец Иисус не был зачат чудесным способом, а потом, во что надо верить, что он развивался в утробе матери тем же самым образом, как любой другой младенец. А кто-то из зрителей может решить, что он в готовом виде уже влетел в тело Девы, и... А это неверно. Изображение можно прочесть буквально, а это опасно. Никаких последствий тоже его осуждение явно не имело, таких образов из Италии эпохи Возрождения от нас дошло чрезвычайно много. И вот, возвращаясь уже от частных случаев к вопросу, мы можем найти какое-то количество вот таких вот частных осуждений и никаких особых примеров их воплощения в цензурные практики. Все начинает меняться, но уже позже, в... опять же, в раннее новое время в контексте особенно реформации и контрреформации, когда папство начинает запрещать сомнительные образы, которые могут использоваться проклятыми протестантами как инструменты их борьбы с Святой Римской Церковью, когда сама католическая церковь начинает в ответ на критику извне и сама проводить своего рода реформу собственного уже бескрайне разнообразного визуального мира, чтобы выбить почву из-под ног этих критиков и убрать какие-то сомнительные уже вещи, которые могут быть неверно истолкованы. И действительно появляются случаи в запретах. Ну, например, тот же Антонин Пироци в 15 веке критикует изображение Троицы, которое он считает монструозными, в виде человеческой головы, на которой совмещены три лица. Так что оказывается, что у нее несколько глаз, одно лицо основное смотрит вперед, а два других влево и вправо. По идее, это совершенно прекрасное по своей изобретательности решение для того, чтобы визуализировать этот христианский парадокс. Бог, который одновременно троичен и един для Антонина Пироци это все-таки безобразие, потому что он монструозен, так изображали дьявола, негоже представлять дьявола в облике уродца, негоже изображать, пардон, Бога в облике уродца, похожего на дьявол. При Антонине мы, опять же, ничего не знаем о том, что такие образы как-то преследовались и изымались, а потом, уже в 16-17 столетиях папы римские начинают сами уже запрещать такого рода изображения. Эти запреты, видимо, какую-то меру эффективности получают, где-то их действительно изымают, но все равно мы говорим не о бюрократическом, эффективном, с очень сложно организованным и спущенным на места аппаратом государстве уже совсем нового времени. мы говорим о структуре церковной, в которой есть, естественно, довольно разветвленная иерархия, спускающаяся сверху, из Рима вот сюда вниз до приходских священников или до местных инквизиторов, но мера ее эффективности, тотальности воплощения этих верхушечных запретов, она, естественно, все равно, конечно, никогда не была такой же, как у таких глобально авторитарных и тоталитарных режимов XX века. Так что где-то эти образы, видимо, изымали, запрещали, где-то они оставались, и тут наступает, ну, как, собственно, и сегодня это работает, возникает явная дифференциация между центром, где запреты эффективней, и периферией, небольшими городками, горными, церквушками, где что-то запрещенное там может оставаться, и даже продолжать, и художники даже продолжают все писать так же, как писали их деды, прадеды и прапрадеды, и у нас картина, где, вот тут может как система капилляров, где-то река запретов течет прямо мощным руслом, сбивая все на своем пути, где-то этот небольшой ручеек, где-то возник слишком оказывается множество камешков, и вот запреты текут, 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 но на самом деле ничего не запрещают, и интересно для историка, ну, к сожалению, мы не всегда, чем эпоха над нас более отдаленно, тем сложнее это сделать, не всегда можем проследить, как все это на практике работает, и любопытно, что вот тот же самый запрет трехликих троиц, он потом из мира западного приходит и в Россию, в 18 веке, в синодальный период, при Петре I, начинается тоже такая попытка регламентации изображения сакрального, и вот запрещают, впрочем, тоже, видимо, без особых успехов, изображение святого Христофора с собачьей головой, но и вот эти, так называемые, три ипостасные троицы тоже объявляются непотребными, но дальше надо уже смотреть и тут тоже, насколько эти запреты тщательно воплощались, и вот если вспоминать про запреты, любим, один из моих любимых персонажей, Ироним Боск, как к нему относилась церковь эпохи контрреформации, ставшей столь чувствительной ко всему сомнительному и потенциально даже опасной. Изображения, которые пишет Боск, особенно сцены преисподней, полны нагих грешников, но это было абсолютно обыкновенно для любых изображений ада в течение многих веков, Боск тут не изобретатель. Среди этих грешников появляются естественные клирики. Откуда мы знаем, что это они? Человек обнажен, но у него на голове епископская митра или папская тиара, или, мы понимаем, что это клирик, потому что его волосы выбрят, и это танзура. Это тоже не какое-то изобретение Босха, почти на любом средневековом изображении страшного суда и преисподней среди множества типажей грешников будут и клирики. Но у тебя есть причудливость, у тебя есть нагота, у тебя есть клирики в аду, и все это на визуальном языке, который босхианский, который ни на кого больше не похож, кроме, правда, бессчетных подражателей, которые шли за Босхом. В конце 15-го, начале 16-го веков этот визуальный язык, то есть в эпоху самого Босха, видимо, был абсолютно в порядке вещей. Это не значит, что тогдашние зрители и заказчики Босха сразу же считывали все заложенные им в его причудливую иконографию смыслы, но эти образы явно ни у кого не вызывали возмущения и осуждения. Идет время. Некоторые из созданных им изображений стоят в церквях как алтарные образы. И вот мы приходим в 17-м веке к ситуации, когда в некоторые церкви приезжают церковные инспекции. Естественно, они охотятся не за Босхом, они следят за нравственностью духовенства, за уместностью убранства, но в частности их взор падает и на эти изображения. И есть свидетельство о том, что их начинают убирать. Почему? Потому что там слишком много ноготы, а ногота вполне уместная в сакральном пространстве в позднее средневековье становится уже совершенно неуместной в 16-17 веках постепенно, потому что там в аду оказываются и клирики. Возвращаясь к тому, что я рассказывал в эпоху борьбы с реформацией, это уже не Кумильфо, потому что клирика в аду слишком активно изображают сами протестанты, проклятые еретики, мы в наших католических церквях ничего подобного делать уже не будем. И некоторые образы, созданные боском, сначала убирают с алтарей куда-то подальше в церковном пространстве, а потом иногда вообще вносят, продают их биографии становится нам дальше уже неизвестны, эти образы теряются, мы понимаем, что нечто привычно допустимое становится запретным и исчезает. Я правильно понял, что вот этот водораздел между вольницей и средневековья, которая позволяла, видимо, рисовать практически, что хотят люди нарисовать, и какой-то попыткой контроля этот водораздел он проходит не потому, что вдруг институт католический стал очень каким-то мощным, а потому, что наоборот, он почувствовал внешнюю угрозу и от этого захотел защититься, контролируя то, что про него рисуют. И то, и другое одновременно. То есть, с одной стороны, институт отказывается под ударом, ощущает свою уязвимость. И действительно, впервые западнохристианский мир раскалывается по религиозной границе. Понятно, что и в средние века было множество еретических течений. Иногда они могли на какое-то время устанавливать более или менее плотный контроль над определенными территориями, получали поддержку со стороны знати, и католическая церковь отправляла против них крестовые походы, как-то было, с альбегойцами на юге Франции в 13-м столетии или с гуситами в 15-м веке в Богемском королевстве. Но это все равно были истории более или менее частные. История с реформацией это уже нечто совершенно иное, происходит раскуп. Уязвимость, да, но одновременно и усиление. Церковь становится все более разветвленным бюрократическим институтом, контролирующих инстанций становится все больше, их функции становятся все разветвленней, инквизиция, которая создается как инструмент борьбы с эритиками альбегойцами, получает множество уже других новых функций, распространяется по Европе, она начинает заниматься на исходе средневековья на правоиспании бывшими иудеями крещенными для того, чтобы контролировать не крещены ли они притворно и не продолжают ли они соблюдать иудейские ритуалы и соответственно являются отступниками. Инквизиция и другие типы церковного правосудия начинают заниматься колдунами и ведьмами, начинают преследовать разные формы религиозного нонконформизма, в том числе вольнодумство уже практически нерелигиозное, которое тогда тоже возникает и у тебя появляется как бы сочетание двух этих векторов большая уязвимость, требующая большей защиты и больше инструментов контроля, которые спускаются гораздо ниже в географическом и в социальном плане, которые позволяют этот контроль реализовывать. Если продлить историю с иконоборчеством немножко на нашу современность, не хочу тут в политику кидаться, но все-таки тема, которая актуальна для постсоветского пространства, в чем граница между эта пропаганда до нас понастроила, давайте это снесем и это наше культурное наследие, какое бы оно ни было, давайте оставим. Взгляд историка-культуролога, можно ли как-то провести здесь границу? Или это очень тонкие субъективные штуки? Ну, это тонкие субъективные политические штуки. И от них, естественно, никуда не выйти, потому что с одной стороны абсурден лозунг давайте все всегда сохранять, кем бы оно ни было поставлено, чтобы не изображалось все, что угодно, это наше великое наследие. Понятно, что этот посыл никогда не будет реализован ни в одном обществе. При любой смене власти, при любой смене социальной парадигмы, при любой революции, при любом перевороте, какие-то это масштабные процессы, иногда это что-то точечное, символы прошлой власти, прошлой легитимности будут убираться, какие-то памятники будут сноситься и от этого не уйти никуда. Идея, что любые, особенно массовые монументы являются великим культурным наследием, все-таки звучит странно. С другой стороны, оправдание сноса всего и вся, что противоречит нынешнему взгляду на правильное, тоже нельзя, ну, как-то странно было бы одобрять. У меня, естественно, нет каких-то ответов и четких границ, но я бы выделил несколько критерий. Мне кажется, что, во-первых, все-таки важно в любой истории про снос и демонтаж, когда эти объекты, которые ему подлежат, были созданы. Это какие-то новые стуканы массовые, без особой художественной ценности, ну, например, сколько было в Советском Союзе или на постсоветском пространстве, или восточной Европе, сколько было статуи Ленина. У меня нет ответа, нет конкретного числа, но мы понимаем, что это было бескрайнее море, некоторые из них действительно были сильными памятниками скульптуры, некоторые были тиражированы на поток однотипными истуканами. Понятно, что при крахе советских режимов эти статуи Ленина не могли остаться на своем месте, понятно, что очень малое число из них представляет какую-то особую художественную ценность. Образ массовый тиражируемый или это некое все-таки произведение, образ, созданный недавно или образ, восходящий к поколениям и поколениям назад и невоспроизводимый сейчас. Одна граница. Вторая граница состоит в том, что мы, собственно, с этими изображениями делаем. Можно сносить и взрывать, разбивать на части, катать на осле, делать так, что образы исчезают. Можно, и это, мне кажется, прекрасное решение, их демонтировать и свозить в другие локации. Статуя диктатора на центральной площади это одно. Статуя диктатора, стоящая в парке, предназначенная для статуи диктаторов, это другое. Статуя, стоящая на постаменте и доминирующая над городом, это одно. Статуя, которая скромненько в том же самом парке стоит на уровне человека, сохранена, доступна взору, контекстуализирована подписью и вообще всем пространством, в котором она ощутилась, это уже другое решение. Идеальный путь это смена контекста. Ее можно провести совершенно по-разному. Есть действительно эти парки в Москве, в конце концов был такой создан музеон, в Будапеште, насколько я помню, в примерно то же самое время появился аналогичный парк. Их можно множить. Есть история про релокацию монументов в музейное пространство. Естественно, это невозможно сделать, когда у тебя сто тысяч статуй Ленина или кого-то еще. Но это было бы мощно, согласитесь, сто тысяч статуй в одном месте. Да, это было бы мощно, но это было бы на самом деле что-то похожее на откопанных в Китае бесчетных воинов императора Циньши Хуанди. Да. То есть, возможно, это было бы действительно великим художественным, это стало бы великим художественным образом. Прожал бы масштабом. Конечно, тогда где-то в сибирских лесах вырубается простор, и на этот простор свозятся бесчетные истуканы, которые потом фотографируются с вертолет. Да, это действительно мог бы быть великий образ, но боюсь, что ни один бюджет ни одного культурного учреждения такого себе позволить не мог. Соответственно, изменение контекста, пространственное перемещение, но все равно со всеми поверженными образом это сделать нельзя, потому что часто их, кажется, слишком много. потому я, как историк, которому интересно иконоборчество, раздираю между двумя совершенно взглядами. С одной стороны, конечно, часто мы смотрим на низвержение как варварство, и часто это действительно варварство, а с другой стороны, понятно, что все нельзя сохранить, и иногда такого рода свержение это действительно политически важный очистительный ритуал. Если уйти от актуальной политики к политике актуальной, но отдаленной от нас во времени и вернуться в Венгрию 1956 года, венгерское восстание, свергается колоссальная статуя Сталина, установленная за несколько лет до того в честь его 70-летия. Мы понимаем, что это колоссальный совершенно по значению очистительный ритуал. И это действительно, я думаю, великое действо освобождения людей, которые чувствуют себя под пятой тоталитарного режима и свергают навязанный им символ этой власти. И есть сделаны разными фотографиями, венгерскими, иностранными, серии фотографий в двух местах. С одной стороны, это фотографии постамента, это был такой величественный, ступенчатый постамент. Чем выше вознесена статуя, тем сильнее ее власть над пространством, чем выше ее символическое значение. И на этом постаменте остаются сапоги. Вождя нет, а сапоги остались. И мне кажется, что сапоги, стоящие на постаменте, это один из мощнейших совершенно символов освобождения. И этот символ, на самом деле, если проводить аналогии со Средневековьем, был бы понятен и за много сот лет до того. Вот есть очень значимый сюжет христианской иконографии, это бегство святого семейства в Египет. Дева Мария, Иосиф, ее муж, Иисус отправляются от преследования царя Ирода в эмиграцию, и когда они об этом рассказывает один из раннехристианских апогрифов, входят в Египет, то при появлении Сына Божьего идолы, бесчетные, естественно, установленные в храмах, начинают массово просто разрушаться, падать с педесталов, демонстрируя свою пустоту и бессилие и силу Бога-человека. Этот сюжет, кстати, очень любили протестанты иконоборти в 16 веке. И есть множество изображений этой сцены, когда святое семейство, вот этот ослик замечательный, колонны, стены города, с которых сыпятся идолы. И очень часто точно так же мы видим постамент, а на нем ножки оставшиеся. Ничего, кроме ножек, нет. А все остальное вот здесь вот такое лежит, разбросано. И вот эти вот ножки, это почти те же самые сапоги, как на этих фотографиях 1956 года. То есть по этому же контекст абсолютно другой, сюжеты абсолютно другие. естественно, никто, свергая статую Сталина в 1956 году, не собирался оставить сапоги, просто, я предполагаю, их не удалось с... когда ломали статую, просто они остались в силу конструктивных особенностей монумента. Но получилось нечто аналогичное, и вот эту фотографию сапогов и средневековые миниатюры я как раз сопоставляю в заключение к своей книжке. Значит, одно место это постамент, оставшийся пустым, и вот такая рода, такого рода пустота, это тоже очень значимый символ, даже если бы там не было сапогов. Ты помнишь, что вот здесь было нечто, а сейчас этого чего-то нет. Оно незримо, но память о нем есть, и если этот образ был тебе ненавистен, эта пустота становится символом освобождения, а если этот образ был для тебя очень значим, тобой любим, а кто-то из него его уничтожил, политический оппонент, враг, захвачик, кто угодно, то эта пустота становится для тебя таким катализатором боли, страдания, рессентимента, каких-то мечтаний о возмездии. Второе пространство это улицы Будапешта, где фрагменты поверженной статуи, их таскали по городу, и они подвергались всевозможным унижениям. Есть, опять же, фотографии, снятые журналистами, запечатлевшими момент, когда кто-то стоит над этой статуей и вот с ней разговаривает. Мы видим жестикуляцию, мы видим, ну, нет, открытого рта, поэтому мы не слышим, что человек говорит, но мы понимаем, что это поток обвинений, поток проклятий, что это рассказ о чем-то, что человек пережил. Понятия не имеем, мы этого никогда не узнаем. Но это явно общение. Люди бьют статую, люди расписывают ее какими-то надписями, в частности, там есть на одной фотографии видны две белые буквы латинские, VAC. статуя становится объектом того же осмеяния, устроенного примерно так же, как это происходило в 16-м столетии, в эпоху классического религиозного иконоборчества. Есть множество путей между сохранением и уничтожением. Например, это реконтекстуализация, перенос, а может быть, часто, это, правда, обычно временная история, какая-то стихийная реконтекстуализация, когда люди начинают что-то на каком-то изображении писать, а носят граффити, или рядом втыкают такие самопальные таблички, или как-то видоизменяют изображение, это там происходило регулярно в Восточной Европе, опять же, в конце 80-х. Ну, граффити на берлинской стене то же самое, да? Граффити на берлинской стене, граффити на статуях, или руки на изображении, по-моему, это было с одной из статуи Дзержинского, если не ошибаюсь, стоявшей в Польской Народной Республике, когда его руки выкрасили в красный цвет. Понятно, что идея крови. Иногда это, опять же, прием, который устанавливает перекличку между иконоборчеством религиозным и иконоборчеством политическим, эти надписи, они как будто говорят с нами от имени изображений. В 16 веке католические истуканы, опять же, если использовать протестантский обличительный термин, они говорят о том, что они бессильны, что они всего-навсего куски дерева, камня и ничего, такой силы в них нет. А тут, в контексте политическом, статуи часто просят прощения. Как там, пролетарии всех стран простите. Говорят о собственных преступлениях, иронизируют сами над собой. И вот через эти надписи человек начинает взаимодействовать с изображением, а через изображение с той силой, тем конкретным властителем, тем режимом, той религиозной системой, которая этот образ установила. И уйти от вот этих всех ритуалов, они могут нам нравиться, они могут нам не нравиться, мы можем считать их вандализмом и часто с полным на то основанием, уйти от них все равно невозможно. Их можно как-то поставить в какие-то приемлемые рамки, можно пытаться сохранить в случае подобного рода трансформаций, наиболее ценные из этих образов, их реконтекстуализировать, но полностью пресечь такого рода ритуала мы все равно никогда не сможем. Подводя к финалу, я бы хотел вот что-то спросить. Из людей, с которыми я общался когда-либо, вы видели больше всего изображений средневековых? Поэтому вот так есть метод анализа текстов, когда берут текст и собирают самые частотные слова и из этого делают вывод о том, о чем на самом деле был этот текст, что волнует так сказать автора. Вот если обратиться к вашему опыту исследования средневековых изображений, какие там самые частотные образы и темы, о чем болит, так сказать, о чем говорит у средневековых людей? Всегда важнее всего выборка. Если мы берем тексты и пытаемся понять, что болит того общества, в котором тексты задаются, очень важно, какие именно тексты мы отбираем. Одно дело, если мы отберем комиксы о Тинь-Тинь, трактаты по физике, романы Нагибина или Жития святых. Смотря что мы отберем, то общество и болит. А что из этого более репрезентативно для болей общества? Главный вопрос. То же самое с изображениями. То есть я, понятно, работаю почти всегда с очень широким, но при этом ограниченным спектром изображений, прежде всего связанных с христианской иконографией, сценами страстей христовых, мученических святых. То есть меня интересует больше всего изображение насилия, потому что они становятся главным объектом насилия со стороны зрителей. И поэтому моя выборка, она всегда ограничена, и о всем средневековом мире по ней судить нельзя. В средние века, естественно, существовали изображения, которые можно назвать светскими. Это могли быть иллюстрации к рыцарским романам, к историческим хроникам, к каким-то римским историям, или к античным текстам о похождениях и завоеваниях Александра Македонского, которые были очень популярны, к научным трактатам, к куртуазным поэмам, к аллегорическим таким очень длинным и сложным восприятиям сочинениям вроде романа о розе. И там есть, естественно, бесчетное число разных, совершенно не похожих на друг сюжет. Но все-таки при этом ядро тех изображений, которые нам оставило Средневековье, это все-таки, конечно же, ядро религиозное, ядро христианское. И эти изображения так или иначе говорят о спасении и погибели, об истории Христа Богочеловека, о истории библейской, которая христианская традиция читает Ветхий Завет как предвозвестие Нового Завета, Новый Завет как реализацию Ветхого Завета. И так или иначе мы говорим все-таки о том, что добродетель, что порог, как верить правильно, как верить неправильно, где окажутся на том свете люди, которые верят правильно, и где окажутся те, кто верит совсем неверно. То есть, естественно, в приспой. и в целом, конечно, этот вопрос о критериях истины и о судьбе души, это, наверное, все-таки ядро средизападных, по крайней мере, средневековых изображений, но эту огромную проблематику, эти вопросы, которые, естественно, касались каждого человека, который на эти изображения смотрел и в них что-то искал, с ними взаимодействовал, на них уповал, говорить об этом можно было очень и очень по-разному. И западная, и средневековая иконография, она, если, опять же, вне свободно, это, конечно, для средневековья термин анохроничный, то колоссально вариативно. И вот это интересно смотреть, как в средневековом мире, который трудно описывать в единственном числе, средневековый человек, средневековый социум, средневековый запад. На самом деле, лучше подходит множественное число. Ведь какой-нибудь варварский шестой век, римский мир недавно обрушился, германские королевства недавно создались, насколько он вообще похож, предположим, на Европу пятнадцатого столетия? Что между этими эпохами общего? На самом деле, очень и очень немного. А средневековая Норвегия или исландский социум, созданный скандинавами, крошечный совершенно, насколько он похож на то, как жили люди на Сицилии? В этом точке пересечения культуры католической, культуры греческой, православной и культуры мусульманской. Что между древними исландцами и, вернее, средневековыми исландцами и средневековыми сицилийцами общего? Что-то, конечно, есть, но все-таки не очень много. Вот хотелось бы о все эти разговоры о прошлом на самом деле чаще ввести во множественном числе, чем в числе 11. Ну да, это разговор о том, что любая терминология, ну окей, не любая, но большая часть терминологии, она упрощает и иногда слишком упрощает. И при этом от нее не уйти. И при этом никуда не деться, да. Откуда взялся вот этот термин и мем страдающей средневековью? Значит, я могу пересказать пересказанное, возможно, плохо мною запомненное, поскольку этот мем, естественно, сочинил не я и вовсе не я создатель паблика страдающего средневековья, а Юрий Сапрыкин и Константин Евтуходинов. Если я верно помню их рассказ, этот термин они придумали после того, как их преподаватель, совершенно замечательный медиевист Михаил Бойцов, рассказывая о, возможно, как раз тоже о средневековой иконографии, о бесконечных изображениях мучеников и о том, как люди прошлого регулярно страдали, они выковали этот мем, что средневековье какое оно было? Страдающее. Ну и дальше уже, естественно, пошла вся история, которую все знают по этим прекрасным пабликам. По-моему, так. Но, опять же, все это происходило задолго до меня и без моего присутствия. Но оно как-то зацепилось, потому что действительно изображений, которых людям нехорошо, их слишком много, да? Вот так получилось. Прикладной вопрос у меня. Можете ли вы что-то посоветовать в плане того, как ходить в музей? Ведь вы же много изображений изучали. На что обращать внимание, когда идешь в исторический музей? Какие детали рассматривать, чтобы что-то интересное не пропустить? Может, есть какие-то рекомендации? Практически не знаю. Ну, смотря, что вы хотите рассмотреть. Мне кажется, главный совет состоит в том, что, во-первых, уплатив за билет не считать, что поэтому нужно осмотреть весь музей. А, есть такое, да. Я всегда склонен к этому перегибу, но всегда понимаю, что этот перегиб никакому добру не приводит. То есть лучше сконцентрироваться всегда на чем-то конкретном. потом, мне кажется, всегда полезно посмотреть какие-то сразу же самые популярные залы и залы, которые никому не нужны. Но из одного следования этому, во второй части этого совета у меня прородилась одна из книжек. У меня и моих соавторов Сергея Изотова и Дмитрия Антонова. Вот есть в множестве крупных музеев, в основном, конечно, связанных не с средневековым и с античностью, залы, где в витринах стоят, лежат однотипные, совершенно и почти никогда не привлекающие ничего внимания, небольшие таракотовые предметы. Это могут быть изображения частей тела обычно. Кисти, ступни, иногда глаза, носы. То есть вативы, дары, которые, начиная с античности, еще задолго до грекоримского мира в других ближневосточных культурах люди приносили высшим силам богам, потом христианским святым, опять же, для того, чтобы попросить о чем-то или поблагодарить их о помощи. Чтобы руку вычлить. Да. Это изображения, это такие пасынки истории искусства. Они очень простые, они стереотипные, они массово воспроизводимые. С точки зрения эволюции форм высоких художественных жанров, они совершенно неинтересны. Для историков и антропологов и специалистов по религиозным практикам, это на самом деле кладезь. И вот эти образы сегодня мало кого интересуют, но за ними на самом деле часто стоит большее, если нас интересует не столько история искусства, сколько история того, как люди жили, по что они верили, что они делали для того, чтобы нечто получить. и посмотрев несколько вот этих залов с бесчетными совершенно рядами однотипных ног, глаз и других органов, я понял, что вот сюда нужно пойти, стал уже копать и возникла сначала в одной из книжек маленькая глава про вативы, а потом уже и целая книжка. «Восковые ноги и железные глаза» история вативных практик от Средневековья до наших дней. Ну, если говорить про вашу актуальную книжку, меня зацепила там глава с названием «Как изображать, не изображая». Речь про изопов язык и каким он был тогда и чем он отличается сейчас. Нет, речь не об изоповом языке, то есть попытка завуалированно донести какое-то послание, которое нельзя проговорить прямо. Речь о том, как уйти от запрета на изображение каких-то персонажей или предметов и при этом все-таки их изобразить. Один пример. Есть, в отличие от христианства, религии, которые к изображению божественного или к изображениям как таковым относятся с гораздо большим сомнением или прямо такого рода изображения запрещают. Это ислам и иудаизм. И в то же самое время и в исламе иудаизме есть своя чрезвычайно разнообразная визуальная традиция. И меня в какой-то момент заинтересовали приемы, которые, ну, прежде всего, в средневековом еврейском искусстве на территории католического запада в 13-14 веках применяли для того, чтобы изобразить библейских персонажей, рока Моисея, который ведет свой народ из египетского рабства, пророков и других героев, но при этом все-таки запрет не нарушить. И оказывается, что существовало множество такого рода решений. Например, мы можем увидеть изображение какой-то библейской сцены, где Авраам, пратец, который пытается принести в жертву своего сына Исаака, они оба изображены, но у них нет лиц. Потому что вместо лиц просто пустые контуры или мы видим эти две фигуры, но у них головные уборы, которые так низко спущены на лицо, что этих лиц не разглядеть, или персонажи показаны, они стоят к нам лицом, но их головы на самом деле как будто развернуты на 180 градусов так, что мы видим затылки. И множество других вариантов того, как фигуру сделать неполной. И вот эти изображения, они пересекаются с рассуждениями раввинов о том, где проходит граница дозвольных изображений и недозвольных. И один из вариантов ответа на этот вопрос состоял в том, что нельзя изображать человека целиком, нельзя изображать его лицо. Если фигура представлена не целиком, то значит она не полна, а значит зарушения запрета нет. И вслед за этими рассуждениями, которые были тоже очень разнообразны, у разных раввинов были разные мнения, и мастера, которые украшали эти еврейские рукописи, по-разному пытались придумать, как показать, но не показать. И вот такого рода истории мы встретим и в мусульманском искусстве, и потом, само собой, в политических образах нового времени. Где-то эти попытки были связаны с стремлением обойти запрет, где-то они уже имели природу, больше связанную с визуальным художественным поиском, но балансирование на грани, зримое, незримое, ты считываешь смысл, но при этом ничего не показано. Ну, в каком-то смысле спросили про изоповый язык, если использовать это выражение как отдаленную метафору, можно, можно сказать, что это он. Это один из интереснейших сюжетов истории визуального. Спасибо огромное, Михаил Майзульс. Спасибо вам. Заказывайте книжку, и, кстати, прошлой книжке тоже, у вас уже там коллекция целая накопилась, я так посмотрел. Да, немало. Подписывайтесь, жмите колокольчик, лайк, чтобы следующие выпуски не пропускать, а мы постараемся не менее мощные выпуски для вас собирать. Спасибо, до встречи. О-С-Н-О-Э-А О-С-Н-О-Э-А irgendwie? До встречи.